Здравствуйте! Меня зовут Элина. Рецепт этого необычного печенья, которое я буду готовить сегодня, пролежал у меня 20 лет. И вот, наконец, настало время его опробовать. Сливочное масло я подержала при комнатной температуре, чтобы оно размягчилось. Перекладываю его в миску, всыпаю сахар, ванильный сахар или ванилин. И миксером буду взбивать его в течение 4-5 минут до посветления масла. После взбивания масса становится гораздо более пышной. Просеиваю к ней пшеничную муку высшего сорта. Грецкие орехи нарезаю довольно мелко, но не в порошок. Примерно вот такого размера. отправляю к остальным продуктам в миску. И вот он, необычный ингредиент. Это картофельные чипсы. Чипсы можно взять любые. У меня со вкусом сметаны и лука. Чипсы я измельчу в чаши блендера. Можно также их поломать руками или прокатать скалкой. Должна получиться крошка вот такого размера. Пересыпаю чипсы в миску. Сначала все перемешаю лопаткой, чтобы крошки не рассыпались по кухне. А затем подключу миксер на низких оборотах. Миксером я стала замешивать тесто по совету автора рецепта. Но из моего опыта получилось так, что руками замесить лучше, потому что крошки все равно летали по всей кухне. И в итоге получилось вот такое пластичное, но довольно крошащееся тесто. Духовку я поставила разогреваться на 180 градусов, а противень застелила силиконизированной пекарской бумагой. Из небольшого количества теста формирую шарики диаметром примерно 2 сантиметра. Точное количество продуктов я, как всегда, оставлю в описании под видео. И из этой порции получается 24 небольших шарика. Шарики раскладываю на противне на расстоянии друг от друга. Для оформления верха сахар насыпаю на блюдце. Беру стакан или чашку. У моей чашки вот такое рифленое дно. Окунаю дно сначала в растительное масло, а затем в сахар. Сахар налипает на дно. Нажимаю дном стакана на шарик с тестом, чтобы он расплющился до толщины примерно 6 миллиметров. И поступаю так со всеми остальными шариками. При расплющивании лепешечки немного трескаются. Их можно вот так подправить. А в принципе можно оставить так, как есть. Ничего страшного. Противень с печеньем отправляю в духовку. Печенье провело в духовке 15 минут. Как видите, оно слегка подрумянилось. Даю ему полностью остыть и буду пробовать. Давайте посмотрим, что получилось. Ломаю печенье. Как видите, оно очень рассыпчатое. Ломается с легким треском. Сейчас попробую, оценю вкус. Автор рецепта утверждает, что по вкусу оно похоже на датское печенье из жестяных банок. Честно говоря, я не помню вкус этого самого датского печенья. Но скажу, что конкретно это печенье вкусное. Мне понравилось. Если вам понравилось это необычное печенье с картофельными чипсами, оставайтесь на моем канале и вы найдете много простых рецептов вкусных блюд.